Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, Валерий Романенко, присоединяется к нашему эфиру. Валерий Дмитриевич, приветствуем. Здравствуйте. Добрый вечер. Валерий Дмитриевич, помогите, пожалуйста, понять, понятно, из той информации, которую можно сообщать во всеуслышание, на каком этапе сегодня находится производство украинских дронов, разведывательных, ударных, тех, которые приближают нашу победу? О, вы знаете, за годы войны это производство получило такой мощный рывок, что сейчас я даже, вот до войны я не мог этого представлять, например. Сейчас выделены огромные средства, открытые, сняты бюрократические препоны, максимально ускорено принятие на вооружение, создана структура для быстрых испытаний этих дронов на помехоустойчивость, причем на российском оборудовании. Благодаря, так сказать, российским войскам, которые очень стремительно уходили в Беларусь, мы получили образцы практически всех станций РЭП радиоэлектронной борьбы, да? И сейчас на ряде полигонов, причем не по одному экземпляру, и сейчас на ряде полигонов мы можем прямо на российской аппаратуре опробовать наши новые дроны на устойчивость к радиопротиводействию. Вот, причем выпуск идет сейчас, ну мы наладили выпуск, значит, маленьких дронов, вот, это фактически отверточные технологии, ну там с небольшими дополнениями, так называемые FPV-дроны, да? Вот, это уже, ну такой, это самый массовый дрон, который нужен, ну каждому, даже не взводу, каждому пехотному отделению. Вот, фактически у нас насыщены войска разведывательными дронами, которых выпускает более 20 фирм. Огромное количество образцов разведывательных дронов, причем с электродвигателями, бесшумными, способными работать в любое время дня и ночи, вот, то есть 24 на 7 реально, вот, в дневных, в ночных условиях, вот этими дронами мы обеспечены. Проблемными были дроны, барражирующие боеприпасы, вот, ну иногда их называют камикадзе, хотя дроны, хотя дроны камикадзе, это вот типичный класс таких дронов, это шахеды, вот. А дроны, барражирующие боеприпасы, это типороссийский кланцет и купол. Вот их пока что недостаточно, но вот новые дроны, которые у нас появляются, они вот заполнят именно эту нишу. Владимир Владимирович, а можно ли говорить о том, что вот эти FPV-дроны, именно десятая модель, о которой вы упомянули, что это будет, скажем так, флагман украинского производства? И хотелось бы понять состав, комплектующий, мы уже готовы сказать, что на 100%, на 90%, но оно делается из украинских составляющих. Ну, нет, 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 нет и еще раз нет, как говорится, значит. Но нам достаточно, мы получаем в достаточном количестве и китайские, и чешские электродвигатели, и двигатели от других производителей для того, чтобы выпускать, это не просто десятая модель, которая будет, это 10 разных моделей. Вот, которые могут выпускаться. Их самое различное назначение. Вот, пока мы говорим только об FPV-дронах, да? Но FPV-дроны бывают разведчики маленькие, которые поднимаются, значит, только чтобы посмотреть, что там за ближайшим бугром происходит. Да, и эти дроны, они за день, можно их там, взвод может 10 штук использовать, они легко сбиваются, значит, даже ружьями, антидроновыми ружьями. Но свои функции они выполняют, они позволяют избежать, избегать неожиданности в бою, да? Неожиданного выдвижения танка, значит, неожиданного, но появления вражеского подразделения где-то в критический момент. Вот, значит, в отношении производства, их производство распределено по всей территории Украины. Это можно делать, таких дроны производить, в любой небольшой мастерской. Поэтому это не огромные заводы, которые подвержены ударам крылатых ракет или там баллистических ракет, да, которых трудно прикрыть с воздуха. Вот. А это производство, которое наращивается, как вам сказать, наращивается количеством производителей. И тут не нужны высококвалифицированные специалисты. Один-два наладчика нужны, которые полностью приведут этот дрон, ну, загрузят программу в него, значит, соответствующие проверки произведут. Вот. И эти дроны могут массово поставляться в войска. Это расходный материал. И вот производство таких расходных материалов, как снаряды, патроны и ФПВ-дроны у нас уже вроде бы налажено. Валерий Дмитриевич, дайте, пожалуйста, профессиональную оценку относительно того, насколько близко Украина подошла к тому моменту, когда у нас появятся дроны, ну, например, аналоги американских рапторов. Так, чтобы операторы сидели настолько далеко от непосредственных вражеских линий, чтобы они были просто вне досягаемости для вражеской артиллерии или любых других средств. Ну, Байрактары это обеспечивали довольно давно. И, в конце концов, разведчиков у нас достаточно. И, понимаете как, нам не нужно, чтобы операторы там сидели в сотне километров, потому что на сотню километров никакие российские огневые средства достать не могут. А на более близкие дистанции, значит, ну, там от 50 километров, все наши дроны, они, как правило, имеют радиус действия там до 150, до 200 километров. Все среднего уровня дроны. Вот. И дальше они просто не могут залетать, потому что, ну, как, все равно у россиян довольно развитая система противовоздушной обороны. И более дальние залеты на территорию, на оккупированную территорию, именно разведывательных, легких, дешевых разведывательных дронов, они чреваты. Вот. Поэтому, собственно, я когда-то был против получения американских серьезных дронов, там, МКУ-9 и прочих, потому что смысла в них нет. Вот. Все-таки против комплексов С-400 им трудно будет работать, и они могут быть сбиты во время выполнения боевых задач. Вот. На таком уровне работают другие средства разведки. Вот. И фактически нас, в данный момент, нас интересует больше прифронтовая полоса на глубину не более 50 километров. Имеющиеся дроны позволяют избежать каких-либо оперативно-тактических неожиданностей. Хотелось бы вот еще ваше мнение, Вы слышали, Олег Дмитриевич, касаемо такого мнения, которое высказали корреспонденты Ньюсвик. Так, вот на их страницах эксперты считают, что Украина и Россия, как мы это видим, активно используют беспилотники в войне, и Украина, склоняя чашу весов, свою пользу в этом сражении. Можно понять, насколько объективна эта информация? Конечно же, украинцам приятно читать такое, но мы хотели бы понять, как обстоят дела на самом деле. Ну, на самом деле, у нас, как я уже, в общем-то, сказал, у нас пробел с ударными беспилотниками. Еще полностью не заполнен. Мы хорошо работаем, ну, наши войска хорошо работают по переднему краю противника, но нужны беспилотники, ударные беспилотники, камикадзе фактически, которые работали бы и на оперативную глубину, и на высокую, на большие дальности, то есть они бы работали по тому же самому Энгельсу, тому же по тем же аэродромам российской авиации, с которых действует штурмовая авиация и ударные вертолеты, и полностью покрывали бы Крым. Вот этот класс сейчас должны заполнить вот это новые беспилотники «Рубака». И кроме того, там появились уже от фонда «Притулы» появились новые беспилотники под условным названием «Бобер». Если удастся развернуть их массовое производство, ну, хотя я вот сейчас уже читаю, что официальные российские, так сказать, органы сообщают о налете 14-17 беспилотников одновременно, там на Севастополь, на другие города, вот похоже, что в этом плане уже мощности тоже наращиваются, и то, что россияне собираются массово выпускать шахеды, они получат такой же массовый ответ вот с украинской стороны, причем это будет не только Крым, скажем, а нет никаких противопоказаний, противоударов по российской территории без особых ограничений, будь то Москва, Санкт-Петербург, Курск или другие города. Да, насколько я понимаю, любые запреты или ограничения распространяются исключительно на то вооружение, которое предоставляется западными партнерами, то же вооружение, которое производится Украиной, никаких ограничений на это вооружение не распространяется. В любом случае, скажите, пожалуйста, Валерий Дмитриевич, а дроны, пускай они будут самыми продвинутыми, пускай они будут полностью заполнять все ниши ударных и разведывательных машин, но могут ли они заменить самолеты? Тема F-16 все еще открыта, все еще актуальна. Нет, ну у F-16 на первом этапе совершенно иные задачи. У них на первом этапе их применения не стоит задача действия по наземным целям. Я более чем в этом уверен, потому что это было бы просто как бы разбрасывание драгоценного материала по второстепенным всяким целям. Дроны сейчас должны воевать против дронов. Да, нам тоже не хватает дрона-истребителя. Но главная задача F-16 на первом этапе это противовоздушная оборона. Борьба с нарастающим количеством шахедов. Россия не объявляет, что не создали новый завод. Мы должны получить новые средства для того, чтобы противодействовать этому. И эффективно антидроновые функции противовоздушной обороны могли бы выполнять истребители F-16. У них огромный запас снарядов, там 550 снарядов на борту. Дешевый способ уничтожения дешевых беспилотников. А не дорогостоящими ракетами. F-16 должны будут работать по российским ударным вертолетам и штурмовикам, которые сейчас пытаются кошмарить нашу передовую и срывают наше наступление, как только мы прорываемся танками. Прилетают ударные вертолеты, засыпают наши танки градом противотанковых ракет. Эта ситуация должна быть исключена. Вертолеты должны либо сидеть там где-то на своих аэродромах, либо валяться в виде обломков. То есть вот это первостепенные цели для F-16. Дронами тут их никак не заменить. Ну, можно, но очень сложно. И это совершенно иные системы. Естественно, можно дроны... Некоторые функции могли бы тоже выполнять, вот те, которые могут выполнять и F-16. Например, если F-16 способны выполнять серьезные функции по подавлению противовоздушной обороны, то дроны могли бы просто ставить такие помехи в определенных районах для локального подавления, такого регионального подавления противовоздушной обороны противника. Хотя бы подавлять и уничтожать станции радиопомеха. Вот это под силу дронов. А вот радары, уничтожать радары ракетами, это уже задача для F-16. И касаемо F-16, вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс обучения пилотов стартует уже в этом месяце. F-16. Как вы считаете, как быстро мы сможем, учитывая, что уже какая-то подготовка проходила, как быстро мы сможем увидеть изменения в небе и изменения в ходе войны? Ну, F-16 они не принесут каких-либо радикальных изменений в ходе войны. Они просто помогут противовоздушной обороне и помогут нашим войскам на передовой осуществлять прорывы. Они, значит, как-то... Вот те пробелы в наших возможностях, они как-то компенсируют. Но так, что они расчистят небо от российской авиации, это, в общем-то, задача на годы. И не этим моделям F-16, которых мы получим. Тут не стоит лишние надежды питать. Вот это будет очень серьезный компонент в наших вооруженных силах, в современные истребители. Но это не панацея. Нам нужно будет развивать все остальные средства воздействия, в том числе производить собственные ударные беспилотники, собственные ракеты, наращивать точность контрбатарейной борьбы, чтобы... Вот сейчас наша задача – это уничтожать дорогостоящие российские вооружения. Понимаете, мы должны довести российскую армию до уровня, когда она будет воевать Дрикольем. Даже автомат Калашникова будет для них слишком сложное изделие. Вот тогда звучит замечательно. Это конкретная цель, которая, вероятно, достижима. Для этого нужен весь спектр возможностей, весь спектр вооружений для украинских защитников. Очень надеемся и ждем и верим, что это произойдет в самое ближайшее время, имеется в виду предоставление этого широкого спектра вооружений. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич, за оценку происходящего. Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, был с нами на прямой связи. Спасибо. Да, пожалуйста.